Дорогие друзья, с вами Яна Федорова. И в этом видео я хочу такую клещевину вам показать, которая у нас получилась. Вот эта клещевина выросла у нас безземельным методом, вернее. Это когда в рулончике выращиваешь рассаду на воде. Сначала пленочка, потом туалетная бумага, раскладываешь семена, потом сворачиваешь в рулончик и ставишь стаканчик с водичкой. Рассада по-московски. Ну, кто не знает, просто быстренько. Вот эта клещевина у нас как раз так выращена. Я вам показывала, что я ее после этого пересадила. Вот в эти стаканчики. Она здесь прекрасно себя чувствует. Вот какие корни уже. Все хорошо. И даже вот уже появились первые бутоны, наверное, это называются. Такие шишечки. Наверное, это у нее уже цветы. И маленькие бутончики. Вот она как хорошо выросла таким методом безземельным. Но все никак не хватает времени мне ее высадить. И вот вчера такой случай произошел. У нас два дня не было дома. Она стояла у нас на балконе, на полочке. Ну, сейчас, конечно, у нас очень такая жара прямо. И окна все открытые. И вот как раз, когда нас не было дома, был ураган, сильный ливень. Приходим, и все цветы наши валяются на полу. Ну, что-то там поломалось, что-то не поломалось, уцелело. Земля рассыпана. А вот клещевина тоже лежала вот так вот пригнутая, но не сломалась, а просто погнулась. Я ее сейчас достала, смотрю, она так и остается. Ну, живая. Ну, как-то жалко. Во-первых, просто жалко ее, что она вот так загнулась. Во-вторых, вот эта вот часть стебля такая получилась длинная. Это ж какую ямку надо копать, чтобы ее высадить. И мне такое пришло в голову. Я ее черенкую. Опять же, все, что я очень люблю делать, это черенкование с любыми растениями. Ну, неужели вот и клещевина получится? Я думаю, что получится. Я просто хочу провести такой метод. Так, вот здесь у нее молочные листья были, тут почечки. В принципе, можно вот посюда отрицать. Ну, я ее, наверное, отрежу вот здесь. Вот здесь. Вот так раз. Этот листик удалю, чтобы более удобная такая макушечка была. Вот. И посмотрю, будет ли здесь еще почки. В принципе, это мне незачем, но просто для того, чтобы знать. Вот. А эту сюда я укореню. Столько много у меня всяких цветов в растении, что вот не хватает времени со всеми заниматься. Клещевина эта уже вон как перерастает. Тем более у меня балкон такой затененный, солнца мало. И вот какая она вытянутая. Вся рассада у меня вытягивается, поэтому измудряюсь как только могу. Ну, вот. Вот так вот, как и все остальное. И ее, конечно же, в тепличку. Так. Вот все. Посмотрим, через сколько она укоренится. Так. Прошла неделя. И вот клещевина очень быстро приросла. Дала корешки. Вон там какие мощные. Очень быстро она дала корешки. Вот как хорошо она вот так вот может черенковаться, оказывается. Так. Это получилось у нас. Макушка укоренилась. Клещевины. Так. А это вот тот самый кустик, от которого я макушку взяла. Видите, там побег из боковой почки. Как и положено. Вот все как хорошо. И спасла я эту рассаду сломанную. И вот новое растение получилось. Из одного даже целых два. Вот они оба. Хорошо, крепкие. Все растут. Так. А остальные клещевины, которые были большие. Вот они. Я их уже высадила. Вот. Так. Вот это такой кустик. А вот поломанный кустик. Видите, он почти не отстает. Только длина у него. У этой клещевины ножка вон какая длинная. А у этой ножки почти нет. Она будет более ниже ростом, наверное. А может быть и дотянется потом тоже очень хорошо вырастет. Клещевина же сильно растет. Так. Вон еще у нас там остальные кустики клещевины. Вот один. И вот самый большой был. Там уже шишечки цвести наметились. Вот такие новости у нас сегодня.